На пересечении улиц Павла Морозова и Радищева водитель автобуса 83 маршрута решил проскочить перекресток на желтый свет и протаранил встречную иномарку. В салоне паза в этот момент находились пять пассажиров. После аварии медики осматривали ребенка. Трудовой мигрант столкнулся с автомобилистом, управлявшим Сузуки Гранд Витара. Хабравчанин, который попал под удар, ехал вместе с женой по улице Павла Морозова со стороны южного микрорайона. На перекрестке мужчина собирался повернуть налево к жилому комплексу Парус. Водитель автобуса двигался навстречу со стороны центра по первому ряду. Автолюбитель рассказал полицейским, что приступил к маневру, будучи совершенно уверенным в безопасности поворота. Описывать дугу на дороге его внедорожник начал, когда на светофоре уже загорелся запрещающий сигнал. Она вскрикнула, я по тормозам. Если бы не по тормозам, он бы не влетел. Уроженец Таджикистана, который управлял автобусом, предлагал верить в иную картину. Шофер маршрутки уверял, что выехал на перекресток на зеленый и владелец Витары должен был его пропустить. Разрешить спор помог видеорегистратор потерпевшей страны. Автомобилист стоит в очереди на поворот, впереди две другие машины. Когда замигал зеленый, водители начали поворачивать. Хабаровчане начинают выкручивать руль на желтый. Шофер автобуса не тормозит и бьет внедорожник в переднюю часть. К месту столкновения приезжали врачи скорой помощи. Медики осмотрели девочку, ехавшую в салоне паза. Каких-либо травм ребенок не получил. Поездка в больницу не потребовалась. Оформлять ДТП водители решили с помощью аварийных комиссаров по расширенному европротоколу. С документами у мужчин все оказалось в порядке. С места происшествия Анастасия Приветская и Андрей Алфюров.